Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск о отличных играх для мобильных устройств. На этот раз речь пойдет о хоррор жанре. Отмечу, что все проекты из списка разработаны специально для однопользовательского прохождения, и все без исключения имеют сюжетную составляющую. Я намеренно не стал добавлять проекты, в которых нужно выбраться из дома или попросту убежать от злодея. Только сюжетные игры, которые можно завершить. По традиции заранее попрошу поддержать это видео. Не затягиваю, берите чай, печеньки, а я начинаю. Это игра в жанре хоррора, с элементами головоломок. Игра предлагает примерить роль Генри, который ранее, порядка 30 лет назад, трудился мультипликатором на студии, и уже сегодня, в один из дней, он получает приглашение вернуться. Не раздумывая, Генри отправляется на студию, но видит далеко не то, что ожидал. Стоит отметить хорошую рисовку и атмосферность. Игра как минимум выделяется из множества проектов. Играть интересно и в то же время приятно. Также добавлю, что проект не затянут, и при желании проходится всего за один вечер. По отзывам в Play Store, 4,5 балла из 5 возможных. В данной игре главный герой оказывается в жутком городе, который полон своих секретов, а также монстров и приключений. Ему предстоит бросить вызов своим страхам и сразиться лицом к лицу с множеством опасных монстров, а также решить немалое количество головоломок. Отмечу, что в игре реализовано 8 локаций, включая кладбище и, например, больницу. Также предусмотрено несколько концовок, которые зависят от принятых решений и действий. Игра полностью поддерживает русский язык, в том числе и озвучку. По отзывам в Google Play, почти 200 тысяч человек оценили данную игру, а оценка составила 4,7 балла. Это достаточно атмосферный хоррор с приятной рисовкой. По сюжетной составляющей в глубине леса стоит дом, который служил трем поколениям жильцов, жилищем и лабораторией. И с недавних пор некий жилец начал замечать странности. По типу скрежета, пропажи вещей и звука шагов. И теперь ему предстоит выяснить, что же происходит на самом деле. Отдельно стоит отметить звуковое сопровождение и отсутствие подсказок, хотя последнее для кого-то может показаться минусом. По отзывам более 5000 и средний балл 4,0. Игра, которая является психологическим 2D хоррором, где главным героем выступает амбициозный молодой человек с говорящим именем Прайс. В один из рабочих дней ему представилось конфисковать имущество у престарелой женщины. И с этого момента начинается его история. Полная грусти и сожалений. Отмечу неплохо нарисованную от руки графику. Хороший звуковой дизайн и всего одного разработчика, который разработал и выпустил данный проект. А если вы играли ранее и уже успели пройти данную часть, то советую обратить внимание на вторую. По отзывам 4,2 балла из 5 возможных. Это вторая часть хоррора, выполненного в духе старых и знакомых флеш-игр. По сюжетной составляющей главный герой просыпается в пустой палате психиатрической клиники. И перед ним оказывается множество вопросов. От того, как он сюда попал, до того, что происходит и что это за жуткие голоса. Стоит отметить атмосферность проекта и возможность завершить игру по-разному. Ведь реализовано несколько концовок. И, конечно, сюжет это сильная сторона игры. По отзывам в Play Store, игра получила свыше 2000 оценок. И средний балл составил 4,1 из 5 возможных. Игра в жанре хоррор-головоломки. Игроку предлагается взять управление девочкой в желтом дождевике. После выжить и попытаться покинуть гнездо. Конечно, если сравнивать с ПК-версией, то отличия есть и их немало. А самое главное, что уровни в игре представлены в изометрической графике. Они являются различными комнатами, в которых главная героиня может бегать, брать предметы, преодолевать препятствия и в итоге продвигаться по сюжетной составляющей. Отмечу, что данная часть является приквелом оригинальной версии. Поэтому проект подойдет и тому, кто прошел две части на ПК, и тому, кто слышит о мире маленьких кошмаров впервые. Отзывов со стороны игроков в Google Play около 10 тысяч. Средняя оценка 4,6 балла. Это хоррор-игра с загадками и головоломками от студий независимых разработчиков, где главным героем выступает молодой парень Алекс. При странных обстоятельствах ему предстоит разгадать главные тайны дома его бабушки. Узнать, что там произошло на самом деле и откуда в ее доме обитают кошмары. Разработчики отмечают, что при создании игры были вдохновлены множеством именитых игр своего жанра. Отсюда некоторые элементы, такие как фонарик и вид от третьего лица, которые напоминают классические хорроры. Дополнительно отмечу неплохую графику и неплохой саунд-дизайн. По отзывам чуть более трех баллов, правда большая часть негативных относится к системным требованиям и оптимизации. Вторая часть или прямое продолжение многим знакомого экшен-хоррора. По сюжетной составляющей, после того, как главному герою удалось спастись из госпиталя, пережив события первой части, ему нужно отправиться на поиски пропавшей девочки, что в конечном итоге приводит нас уже в знакомое место. Игра получилась действительно неплохой, со своей гнетущей атмосферой, темнотой и звуками. Графическая составляющая также выполнена хорошо, и что немаловажно, проект переведен на русский язык, в том числе и диалоги героев. По отзывам 4,1 балла из пяти возможных. Это 3D-хоррор ремейк ПК-версии 2001 года. Сюжет повествует о загадочных событиях, которые произошли в школе. Главный герой – обычный парень, у него нет оружия и суперсил, зато есть желание выжить любой ценой, избегая опасности и спасаясь от призраков, сторожа и потусторонних сил. Разработчики отмечают отсутствие сцен чрезмерной жестокости, но в то же время игре удается сохранить нужную атмосферу. Отмечу локализацию в лице субтитров на русском языке. По отзывам, около 3000 игроков оценили проект. Средний балл – 4. Думаю, вы как минимум слышали о данной игре, но не добавить ее я просто не смог. Это психологический хоррор шутера третьего лица. По задумке авторов, главная героиня Роза Хокингс ищет пропавшую девочку. Она приходит в сознание в странном месте и замечает пулевое ранение. Спустя время приходит понимание, что она попала в центр страшной трагедии – в пространстве вне времени. И если вы соскучились по классическим хоррорам и не играли в данный проект раньше, то стоит попробовать. По оценкам в Play Store, более 3000 игроков оценили игру. Средний балл – 4.5. И конечно, я хотел бы упомянуть о отличных играх, которые когда-то выходили на игровые приставки. И на сегодня в них вполне можно играть на мобильных устройствах. Лично я отмечу проекты, в которых в свое время провел немало времени. Конечно, это всем известный первый Silent Hill со своей неповторимой атмосферой и историей Гарри Мэйсона. Также Паразит Эва, Дина Крайзис и, конечно, первый Resident Evil. Если вы не играли и вас не отпугивает графическая составляющая 20-летней давности, то однозначно стоит обратить внимание на данные проекты. На этом список хоррор-игр с сюжетом подошел к концу. Обязательно напиши в комментариях, какая хоррор-игра с сюжетом из тех, в которые ты играл, понравилась больше всего. Также, если видео оказалось полезным, то не забудь поддержать его. И еще, если ты не видел ролик о бесплатных онлайн хоррорах, то ссылка на экране. С вами была СВ, играйте в отличные игры с друзьями, а мы еще увидимся.